Для того, чтобы их было так много, схватки за лучшие охотничьи угодья должны были быть обычным делом. Для этого победившего кархарадонтозавра призом служит право охоты на этих уранозавров. Жертва, которую нелегко поймать даже самым быстрым хищником. Однако мы считаем, что у кархарадонтозавра имелось скрытое преимущество. В 2008 году пробный анализ костей предположил, что эти динозавры разработали систему альвеолярных мешочков. Такие мешочки используются для дыхания. Они гарантируют непрерывный поток воздуха, богатого кислородом, через легкие при вдохе и выдохе. Это очень эффективная система, как и у птиц. Предполагается, что такие динозавры, как кархарадонтозавр, были очень активными охотниками. Им приходилось быть такими. Считается, что динозавры такого размера должны были съедать минимум 60 килограммов мяса ежедневно, чтобы просто выжить. Крупные охотники полагались на засаду. Максимально уменьшая расстояние до выбранной жертвы. Исключение Круто С Итак� Исключение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кархародонтозавр не расходовал энергию на погоню за раненым животным. При первоначальной атаке он наносил смертельные раны уранозавру. Теперь ему просто надо идти за ним и ждать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кархародонтозавры были смертельно опасными убийцами, но вовсе не по той причине, которую можно предположить. Его череп был относительно хрупок, и компьютерный анализ показал малую вероятность того, что они были достаточно сильны, чтобы удержать сопротивляющуюся жертву. Их зубы были тонкие, словно ножи, и слишком слабые, чтобы прокусить кость. Но они были острыми, со смертельными зазубринами, как у акул. Само название кархародонтозавр означает «акула-зубый ящер». Мы думаем, что он пользовался головой и зубами, чтобы вонзаться глубоко вплоть к жертвы, что служило причиной серьезных ран и большой кровопотери. Из-за большой скорости такая атака могла убить, не требуя интенсивной борьбы.